В этом году, как и все предыдущие годы, мы планируем провести очень интересную экспедицию с нашими ребятами, с членами клуба «Корабелы Пионежья». И хотим как можно больше ребят задействовать в этой экспедиции, поэтому экипажи будут меняться, эта экспедиция будет возвратная, то есть мы и туда с ребятами идем с программой и обратно возвращаемся. Этот путь пройдет до Санкт-Петербурга. Мы пройдем через Онежское озеро, через Свирь, через Ладогу, вокруг Ладоги, посещая важные исторические места, места боевой славы. В этом году 75 лет прорыва и ликвидации блокады, поэтому и эта информация будет расстоянием нашей экспедиции. Затем через Неву, финский залив Балтийского моря, и там большое количество экскурсий для ребят будет организовано в Санкт-Петербурге, в том числе и в штаб-квартире Русского географического общества, то есть исторической штаб-квартире, которая в свое время специально была в 845 году построена для этого общества. Мы рассчитываем, что ребята ознакомятся с историей этих мест, конечно, географией этих мест, будут проведены научные исследования, как всегда. С ребятами упадут ученые, специалисты, которые будут изучать качество воды, их теологию, историю и географию всех мест, которые они посетят. После этого, после возвращения, ребята будут готовить конференцию, мы вместе с ними проведем эту конференцию, где ребята сделают научные доклады, отчитаются об увиденном. Поэтому сегодня проходит первое заседание организационное по проведению этой сложной экспедиции. Это очень сложная, потому что два озера очень бурных и сложных, и Финский залив Балтийского моря с посещением Кронштадта и других мест на том судне, который ребята построили. Наше экспедиционное судно теперь стало судном постоянных, организованных с ребятами экспедиций.